История о Корее И это очень поучительная история для всех нас, как назидание, что бывает с людьми, которые ведут себя нечестно, которые посягают на что-то, то, что им не принадлежит. И начинается с того, что Корей — это брат Моисея и Аруна, двоюродный брат. Он поднимает восстание, берет с собой 250 мужчин, и они приходят к Моисею и заявляют ему, что все святы. Почему вы здесь управляете всем, очевидно, имея претензию на то, что Моисей является главой, вождем народа Израиля. Но Моисей, он сам себя не избирал, и, как вы помните, он множество раз отказывался от того, чтобы исполнять свою миссию. Если я не ошибаюсь, это было пять раз, и Бог очень убедительно объяснил ему, что это он избран. И когда Корей предъявил такую претензию к Моисею, для него это было очень сильным ударом, очень сильным эмоциональным ударом. И мы видим в Писании, что когда он услышал эти слова, он просто упал на свое лицо. Настолько ему это было больно, настолько это его ударило эмоционально. Хотя мы знаем, что Моисей, он уже прошел много испытаний, он кратчайший человек на земле. Он просто не выдержал такого удара, и тем более от своего брата. И, судя по всему, по тому, что происходило далее, Корей, конечно же, очень тщательно подготавливал весь этот бунт. То есть была тщательная подготовка для того, чтобы убедить 250 старейшин, глав начальников общества, призываемых на собрание, люди именитые, то есть это люди, скажем так, опытные, имеющие понимание различных ситуаций. И мы из Медраша знаем то, что Корей был очень-очень богатым человеком. В современном мире его бы назвали олигархом, очень-очень богатым. Ну и вот, ему этого было мало, и он, понимая, что вот богатство, оно не дается просто так, да, раз он такой богатый, то он имеет какую-то особенную миссию, и он решил, что нужно что-то менять, что все неправильно, то, что происходит. И он поднял бунт, он поднял бунт в каком-то смысле, это чем-то похоже на Октябрьский переворот в 1917 году. То есть он предложил уравниловку, все равны, все одинаковы, почему вы себя решили, что вы тут главные, Моисей и Саароном. И в Медрашах рассказывается о том, что он, Корей, подготавливая эту ситуацию, он насмехался над Моисеем, он обесценивал его. И, наверное, многие из нас проходили через такую ситуацию, когда ты много стараешься, что-то делаешь, прилагаешь много усилий, искренне стараешься, и какой-то человек, он потом это обесценивает, говорит, да что, что ты сделал, а ты очень много трудился, ты очень много усилий приложил, и, конечно же, это приносит боль. Почему такое поведение? Почему? Из-за чего так? И я так понимаю, что это зависть. Ну, если кто-то меня спросит, Игорь, а почему ты так решил? Почему? Здесь же не написано, что Корей завидовал. И за это мы узнаем из 105-го Псалма, из Священного Писания, 16-го стиха. «И позавидовали встанье Моисею и Аарону, Святому Господню. Разверзлась земля и поглотила Дафана, и покрыла скопище Аверона, и возгорелся огонь в скопище их, пламень попалил нечестивых». Серьезное наказание ожидала Корея. И Моисей сказал, хорошо, вот что сделайте Корее, все сообщники, возьмите себе калильницы, положите огня и так далее, и так далее. И Господь покажет, даст знак, Господь покажет, кого Он избрал. И далее происходит весь этот процесс, и уже все люди пришли со своими калильницами. И тогда Бог говорит Аарону и Моисею, чтобы они отошли. И Бог говорит, что отделитесь от общества этого, и Я истреблю их во мгновение. А они же пали на лица свои и сказали, Боже, Духа всякой плоти. Это очень такая сильная фраза, Боже, Духа, Духа всякой плоти. Один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество. И в данном случае Моисей не оправдывал Корея, он хорошо понимал ситуацию. Моисей хорошо понимал, что он знал, что творил Корей, и он не оправдывал Корея. Но Моисей понимал, что Корей, он обольстил этих людей, которые с ним пришли. И он начал просить для них милости. Но Бог знает, что делает, он творит, что он хочет. Он знает сердцеведец, он знает сердце каждого человека. И тогда Бог сказал обществу, отойдите от шатров, не прикасайтесь никакому ихнему имуществу, просто отойдите. И когда они это сделали, раскрылась земля, и эти люди живьем, живыми, просто сошли в преисподнюю, в ад. С воплем, с криком они, конечно, испугались, здесь все очень так подробно описывается. Страшная смерть. То есть это было очень серьезное преступление, и почему же так жестоко? Почему такое жестокое наказание? Причем получается вот так все быстро, да? То есть и суд, и приговор тут же, почти тут же сразу выносится, и приговор приводится в исполнение. И при этом еще после того, что сообщников Корея поглотила земля, еще вышел огонь от Господа и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение. И, ну, казалось бы, уже все, вопрос решен, но, к сожалению, к сожалению, это настолько оказалось заразным, вот это зло, посеянное Кореем, он уже был наказан у всех на глазах, все это видели, но на следующий день все общество сынов Израилевых, все общество, вы себе представляете, все общество сынов Израилевых возраптало на Моисея и Аарона. И говорили, вы умертвели, народ Господень. И есть справедливый Господь, да? Бог, так, значит, вам мало, да? Вы еще не получили убеждение, что Моисей и Аарон избраны Богом. Вам этого мало? Продолжаем воспитание. Воспитание, опять же, довольно-таки суровое. И начинается эпидемия, эпидемия, которую потом останавливает Аарон. Он бежит с кадилом, становится между живыми и мертвыми и останавливает эту эпидемию. И тогда от этой эпидемии умерло 14 700 человек, почти 15 тысяч человек. После того поражение прекратилось, когда Моисей заступил народ, дальше уже все получили очень сильное убеждение, что Моисей и Аарон действительно избраны Богом. И мы в Священном Писании знаем о том, что зависть, зависть — это очень негативное чувство. Зависть — это желание иметь то, что тебе не принадлежит. И это десятая заповедь, и она может долго находиться в сердце человека, не проявляясь никак. Но со временем, если этому не противостоять, этой зависти, то, конечно же, она потом вырвется наружу, и будет беда, не дай Бог. И мы знаем о том, что зависть началась почти от основания мира. Каин позавидовал Авелю, убил брата своего. Братья позавидовали Иосифу, чуть не убили его. Иосиф поступил очень мудро, он очень милостиво со своими братьями поступил. И апостолу Павлу завидовали, очень завидовали, строили козни против него, интриги. Самого Христа, помните место из Писания, когда написано, что Пилат знал, что Христа предали из зависти. И он предлагал на Песах тогда отпустить убийцу человека, который действительно виноват. А Христа просто наказав, побив, отпустить. Но народ, к сожалению, выбрал то, чтобы отпустить в Арабу, распять Христа. Все это, опять же, зависть, зависть, зависть. И казалось бы, казалось бы, что насколько вроде не глупый человек вот этот был, Корей, чтобы организовать такое мероприятие, так сказать, мероприятие, весь этот бунт. Это надо быть незаурядным человеком, чтобы убедить все общество Израиля, всех старейшин. То есть, ну, не глупый человек, да? И что такое мудрость Божья, а что такое мудрость не Божья. И об этом очень хорошо нам говорит апостол Иаков в 3 главе. «Если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость». Кстати, зависть и сварливость, они всегда вместе. Завистливый человек, он всегда сварливый. «То не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, не сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицимерна». Как нам быть? Ведь зависть, я не знаю, как у вас, у меня иногда проявляется чувство зависти. И мне необходимо это чувство побороть. То есть, когда я замечаю какое-то зависть в своем сердце, и я когда-то, еще будучи светским, я замечал за собой, что я завидую способностям других людей. Но это у других людей. И, кстати, интересный момент, что зависть часто связана с ленью. И в своих притчах Соломон говорит, что ленивый брат расточителю, что ленивый жаждет, он алчит, но из-за своей лени у него ничего нет. И он потом начинает кому-то завидовать. Ну, пойди работай, ленивец, посмотри на муравья, как он трудится, сколько он прилагает усилий. И тогда будет то, что ты желаешь. Может быть, не все исполнится, но будет у тебя что-то. И когда-то я не умел петь, вообще история такая негативная, да, такая с таким минорным, таким явно минорным оттенком. И когда-то я не умел петь, может быть, я немножко вас сейчас повеселю. И я какое-то время практиковался, моя жена очень хорошо поет. И когда я пел, то моя жена унывала. Она слушала, как я пою, и говорила, нет, я не могу это слушать. Я немножко огорчался, но был какой-то этап, когда я практиковался. И сейчас я с утра хорошо покушал. Вы помните эту историю, да? Сейчас пою. И я сейчас попытаюсь вам спеть. Моя домашняя группа уже знает, что, в принципе, я надеюсь, они не унывают, когда я пою эту песню. Вот я сейчас с вами ее спою. Песня на шаббат. Салом Алейхем Малахе Асарет Малахе Ельйон Мимелех Малахе Амлахим Акадос Барух Спасибо. Я рад, что никто не унывал, когда я пел, но когда-то, когда-то, к сожалению, такое было. И в Библии много говорится о том, что бывает, огорчение приходит. Помните 72-й Псалом, когда царь Асав говорит, как благ Бог Израилю, а я едва не поскользнулись ноги мои, я посовидовал безумным, у которых благоденствие. Но потом Бог ему показал ситуацию настоящую, как все происходит. И в завершении я хочу прочитать начало 36-го Псалма. Мне очень понравилась украинская языка. Это Псалом 36-й. Не раздратовуйся на злочинців в дороге твоей и на него надейся, и он допоможе. Аминь.